Сфера ДААД Нет, 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 щита видно Андрей Игоревич, не путайте Да, да И причем, эта железа, как вы знаете, находится у нас в области шеи Шею нередко называют самым изящным, самым трогательным перешейком Который соединяет наше физическое тело и нашу голову Ну, буквально, наши семь нижних творящих сефир с нашими управляющими сефирами Вот, пожалуйста, соответствие И вы знаете, что щитовидная железа Смотрите, с одной стороны, это щит Это мощная защита Это труженица неустанная Которая десятки тысяч раз за секунду делает, сканирует анализ нашего гормонального фона физического тела С другой стороны, она имеет образ бабочки И это указывает не только на ее силу Не только на ее вот эту вот несокрушимую, как говорится, ответственность Но и, с другой стороны, на ее хрупкость А мы ее постоянно подвергаем бомбардировками наших эмоций Наших неправильных реакций на внешний мир и на внешние события Контролируется щитовидной железой Наши горла, наши кланки, наши легкие и наши бронхи А я повторяю, что это управляющий центр Один из управляющих центров главных нашей гормональной системы И вы знаете, что в этой же области нашего физического тела Расположен пятый энергетический центр Вишутха Который в переводе с санскрита означает очищение или очищающийся И, наверное, знаете, все мы здесь, как говорится, не первый день Интересуемся знаниями истинными Что этой чакре соответствует 16 лепестков Это та мебиусная конструкция, о которой Аркадь Науч тоже упоминал Что значит 16? Это, с одной стороны, восьмерка вертикальная Восемь лепестков, которые в нас присутствуют И те, кто проходил базовый курс, помнят Это потрясающее упражнение Одно оно и действенное, и образное И бесконечное по тому, как можно осмысливать его Это, помните, восьмерка, которая, начиная движение от аппендикса Идет через щитовидную железу, через область, уходя в левое полушарие Затем, как говорится, световым мостом энергии связывают с правым полушарием Опять пересекают, то есть дважды пересекается область щитовидной железы И образуется крест жизни Потому что не только наклоненная Ну мы все говорим условно, понимаете С чем можно сравнить, чтобы это было понятно Не только вертикальная восьмерка, но и горизонтальная восьмерка Еще восемь лепестков раскрываются в восьмерке Горизонтальной, и получается крест жизни и цветок жизни Вот что такое наша удивительная щитовидная железа И, наверное, все вы знаете о том Как много, к сожалению, случаев поражения этого нашего жизненного цветка Этого креста жизни в нашем физическом теле Причем на него действуют и наши внутренние эмоции И также он реагирует Конечно, не только на химию, физику Но и на проявление внешней Назовем обыденно злой воли по отношению к человечеству Которая иногда губительно сказывается Чернобыль — это не только повышенная радиация Погубившая и травмировавшая, оставившая инвалидом много людей Но это еще и протест вот этой Вот этой вишутки, того центра Где? Как говорится, сознание Бога Его мысль, которую мы воспринимаем Мы озвучиваем в словах, в переводе в горизонт событий Здесь начали сбой Это было выражение протеста Это было сворачивание программы души И ее невозможно существовать в том мире, в котором могли допускаться такие жуткие события Такая жуткая безответственность Но что изумительно, что когда человек преодолевает это У него происходит очень быстрый процесс регенерации Это я повторяю уже то, что я знаю от Аркадия Наумовича И то, что произошло в вашем славном городе Одессе Когда врач областной больницы, идя со щитом и мечом В кавычках, понимаете, орлеанское дело на коне традиционной медицины Пришла для того, чтобы громить, сокрушать Петровцев и все А что у нее было? У нее была удалена щитовидная железа И ей бы следовало понять, где были те заблуждения Которые привели к этой трагедии ее физического тела Ее драме в микрокосмос Так вот, как только она, как говорится, оставила все в свои воинственные намерения И приняла то, что приняла И поверила Ну, вы знаете, чем это закончилось Закончилась счастьем, регенерация А самое главное, еще одним результатом Еще одним примером для тех, кто не верит Кто пытается все время алгеброй проверять гармонию Уходит в какие-то очень мелкие измышления Вот мелочность, это то, что очень противоречит функционированию и гормональной, простите, гармоничной работе нашей щитовидной железы Она нацелена, поскольку в этом месте находится, еще раз, перекресток жизни, связь с Богом Перевод его мысли в наши слова и слова в действия Именно за это отвечает Вишутха Именно за то, чтобы мы реализовывали свои замыслы, мысли, идеи А как мы их реализуем? Естественно, в поступках, словах, в поведении и в действии Так вот, когда мы только начинаем осознанно убирать вот эти проявления нашего эго Потому что здесь встречаются эго и наше Высшее Я Мы как макрокосм и мы как микрокосм И тогда у нас наступает гармонизация, если мы осознаем единство И если мы без претензий начинаем относиться к миру Аркадий, она очень сдаст мне соврать, что однажды у нас состоялся разговор Когда я сказала, я никогда не смогу это преподавать Я знаю свою ответственность, я не боюсь аудитории Я много читала и много знаю Но я никогда не смогу любить всех одинаково Я никогда не смогу любить так, как люблю внучку и родителей На что? Слава Богу! Вы знаете, тогда он поставил очень все на свои места И все стало просто и понятно Он говорит, а ты сделай первый шаг Любовь придет потом А ты сначала не осуждай Прими людей такими, какие они есть И это был тот ключ, который мне позволил вообще Будем говорить, возродиться И выйти из глубоких океанских заблуждений собственного сознания Я очень благодарна за одну эту фразу И мне хочется, чтобы каждый понимал и понял ее Учиться и учиться и учиться И любовь наша тоже в нас будет прирастать Нашим ростом и ростом нашей души Но вначале примите все как есть Вот без осуждения А это очень серьезный шаг Итак, объединяя эмоции и мысли Наша щитовидная железа одновременно является духовным щитом Направляющим развитие человека Через изменение своих функций Отклонения от нормы Напоминая нам о нарушении этого пути Все потоки Андрей Игоревич, извините Но все потоки, которые идут с тонких планов Порождая нашими мыслями и эмоциями в физическом теле Проявляются, по словам отца В тех наших задачах Которые будут для нас Самыми масштабными И самой объемной работой Именно об этом говорил отец Передавая знания через Аркадия Наумовича О чем он пишет в своей книге То есть мы можем сколько угодно Теоретизировать и так далее Говорить, к счастью, умеют все Но, как говорил Расул Гамзатов Нам нужно всего один год, чтобы научиться говорить И нужно 70 лет У нас уже этого предела нет временного Чтобы научиться держать язык за зубами Чтобы не высказывать свое суждение Которое, в общем-то, миру не особенно интересно Ему интересно, как ты сможешь Как говорится, справиться И преобразовать в себе свою отрицательную эмоцию А не как ее выплеснуть в мир Или не дай мог на другого человека Итак В этой связи Очень всем знакомый алгоритм Решения наших физических проблем Через формулу 1, 3, 5, 8 Вы помните, да? Создание этих клеток Из которых пятая появляется в материальном мире И начинает самостоятельную жизнь И этот логический код Расшифровывается Это опять же Все из книги Фаэтум Ничего я не придумывала и не открывала Вы будете это читать Если не читали Или уже читали Значит узнаете Я не приписываю себе Ни авторства, ни открытия Я просто еще раз Иду опираюсь на эту информацию Первое Отец Сажает нас Как семя Он же нам искрку дал Мы же с ней Мы его семя Второе Третье Первое Повторяю алгоритм 1, 3, 5, 8 Третье Активизируется родовая чакра А вот теперь внимание Пятое Мысль Бога опускается в горло И рождается слово творения Вот если все наши слова будут очищены От мелочного эгоизма Тогда они станут словами творения Потому что в них задача будет Именно созидать Преобразовывать Помогать А не разрушать И высказывать свое я Восьмерка Это дифференциация И сборка Бога человека Вы помните Дифференцировка Да Образ Бога тиражируется Для того чтобы выйти В девятку В результате чего Рождается новая клетка Частица И мотивационный Божественный Импульс Целетворения Новый человек Но что интересно Чем больше ты посвящаешь Времени осознанию самого себя То есть осознанию себя истинного Чем глубже Дальше Выше Как хотите используйте Ты идешь по пути назад К звездам Тем большее знания Открываются в тебе И тем больше ты чувствуешь Поддержку отца Все мы знаем Замечательное выражение На пути к себе истинному На возвращение себя отцу Как его Сотоварища и сотворца Сделай хотя бы один шаг Все остальное Создатель пройдет сам Но мы знаем Что у нас будет встречное И идет движение И это замечательно Самый душевный И чарующий разговор Который с нами Всегда вел Создатель С детьми С его любимым творением Действительно С землей Которая во всей Солнечной галактике Не просто Планеты Все вмещения Мне кажется Чем больше ты понимаешь Что такое земля И какими она обладает Потрясающими характеристиками Чтобы жизнь Не только могла зародиться Но эволюционировать Причем эволюционировать В развитии вида Который создан По образу и подобию Но были другие цивилизации Но хотелось бы кому-нибудь Соответствовать образу Рептилоидных Вряд ли Наверное А вот такие Какие мы сейчас На земле Созданные По-моему Это высшее достижение Всего Актотворения И вот Одним из самых Душевных разговоров Который с нами С людьми Бог всегда ведет Передавая свои знания Делая те нам Мягкие Добрые Осторожные советы При которых у нас всегда Остается право И свобода Выбора воли Это были легенды Мифы И сказания Через образы героев И ситуации которых Он нам и передавал Свои пожелания Наставления И советы Миф О Фаэтоне В данном случае Это один из Самых Трагических Мифов Да Есть конечно Мне могут возразить Аниабея Которая своих убила Детей Амедея Которая там Тоже из-за ревности Чтоб Язон страдал Так она всех своих Пятерых детей убила Хорошее решение Вопроса Да Так вот Фаэтон Он трагичен Вот в чем Он имеет Огромную проекцию И множественность Проявлений В нашей повседневной жизни Вы можете встречаться С синдромом Фаэтона В любой ситуации Когда Вами Овладевает Чувство Доказать кому-либо Что-либо Спорить с кем-то Понимаете С пеной у рта Спор Можно вести Нужно вести Но этот спор Должен быть В опоре На собственное поведение На собственный пример Собственные действия И развитие А не так Извините за выражение Можно не писать Ты дурак Уж у тебя холодные А вот я Оказываюсь прав Вот это Как говорится Некорректная форма А все Что мы можем сделать Проявить себя Как свет Сделав себя теми Которые Начинают Восприниматься Людьми По-другому И тогда Возникает вопрос На который Можно дать Корректный ответ А что случилось А хочешь Как говорится Я тебя с собой возьму Мы с тобой Вместе начнем Двигаться Куда я двигаюсь я Тебе нравится Что со мной происходит Ну тогда Если ты не возражаешь Я тебе помогу Но вместо тебя Этого пути Я проходить не буду Мы пойдем Рука об руку Так вот Легенда Фаэтоне В чем же ее трагизм Все было хорошо В небесах И в царстве небесном Среди богов У одного из которых Самых прекрасных богов Его много названий И Феб И Гелиос У бога солнца Был сын Сын от Морской богини Фититы Все было хорошо Рос юноша Как говорится Игрался с другими И был счастлив Пока Вот здесь опять Я просто читала Этот миф Немножечко другими глазами Глазами вот такими Насколько он тесно Прорастает в нашу жизнь Кто нам причиняет Самую острую Невыносимую боль Тех кого мы любим Наши близкие Знаете Как мне однажды сказал Замечательный ученик Аркадий Анауна Чепетрова Олег Пулатов А кто мог разбить тебе сердце Только тот Кого ты любишь И поблагодари за это Потому что скорлупа Которая была вокруг Этого пространства Она была разбита И ты можешь идти вверх У тебя есть разные пути Ты можешь начать горевать И плюхнуться вниз Пожалуйста Твой выбор Никто тебя не заставит Но у тебя есть другой вектор Физический Идите дальше И тогда Как говорится Будет иная Картина жизни Так вот И вдруг Двоюродный братец Начал Все время Извините Доносить И как говорится Знаете Как ягу Своим ядом Тот отравил Отела Да Сознание Отела А этот своим ядом Начал травить Фаэтона А ты знаешь Миленький Ну То кто мама Мы то знаем А вот что папенька У тебя Гелиус Вот в этом Есть сомнение Ну сначала Не обращал Внимания Не обращал Мы же тоже Не сразу Верим Либо слухам Либо каким-то Ложным наветам Но когда Они начинают Вторгаться В наше Сознание В пространство Нашей жизни Как говорят Камень Вода Камень Точет И вот эта Вода Начинает Действительно Делать свое Углубление А потом Возможно И пробьет Этот камень Тоже Произошлось Произошлось Фаэтон Я сейчас Просто иду По легенде Которую Все из вас знают Просто акцентирую Так чтобы мы Поняли Вот то Что я назвала Вечная мудрость Мифов Не надо Никуда Ходить Нам уже Все рассказали Психологи Не нужны Возьми Открой И перелистай Мифы Древней Греции Или мифы Других народов Калевалу Кто хочет Пусть читает И так далее Уже Все сказано Нам даны Через эти Образы Аллегории Метафоры Все пути спасения Только осознай И не повтори Эту ошибку И вот В один прекрасный миг Как говорится Все таки Капеля Непринятие Этого Переполнило Душу Фаэтона Он ринулся К своей матери Сначала Со слезами А та говорит Ну что я могу Тебе сказать Ну иди К отцу И разговаривать Явился И что попросил Доказательство Нам же нужны Вещественные Доказательства Дай мне Свою колесницу Вы знаете Да Дай колесницу И вот тут Удивительный Ответ Гелиоса На просьбу Фаэтона Он говорит Ты думаешь Что просишь Страшных Страшных Бога Твой путь Твоя силой И если И идти Навстречу чтобы не сжечь небо. Та же гордыня. Вознесешься, перестанешь замечать землю под ногами, не станешь опираться на то, что тебе дает опыт Матушки Земли, людей и их мудрость. Скажешь, я выше всех, я уже это знаю, я пойду вперед, я преодолею. Так вот, не поднимайся слишком высоко, чтобы не сжечь небо, но и низко не опускайся, чтобы огнем не спалить всю землю. А это и случилось, вы знаете, потому что, увидев страшились чудовища, ну, в данном случае, по легенде, испугался змееноса и скорпиона, Фаэтон выпустил вожжи, и колесница понеслась к земле, уже начиная сжигать ее. И тогда взмолилась Гея и сказала, попросила Зевса, «Спаси, почему я должна так страдать? Почему гибнут люди, высыхают озера, трескается земля?» И тогда огнем, огнем был остановлен. Зевс запустил молнию, которая остановила солнечную колесницу Фаэтона. И здесь к нам идет еще один очень мудрый урок. Понимаете, если мы будем, то есть симметрия ответа, симметричность действия и противодействия, то, что ты посылаешь, тоже к тебе возвращается. Чем ты выше посылаешь, но при этом ты будешь нарушать законы, тем быстрее, симметричнее и ощутимее будет ответ. Вообще, ответ симметрии – это область дипломатии. Но, вы знаете, дипломатия тоже придумали идея не дипломатия. Она была создана для урегулирования конфликтов. И поэтому симметричность ответа – это тоже божественный закон. Что посеешь, то и пожнешь. И что интересно, Фаэтон упал, вы знаете, да? Он упал в море. Значит, вернее, он упал рядом с морем. Он упал в воду Иерихона. Его сестры Океаниды долго оплакивали его. И, оказывается, тогда тоже легенда Янтаре имеет эту версию, почему возникли, потому что слезы превратились в Янтарь. А нам осталось в назидании, в осмыслении. Это замечательная притча, которую нам бы не повторять никогда в своей жизни. Помятую о том, что Фаэтон связан с нашей щитовидной железой. Всё, что мы проявляем как негативные реакции на мир, очень быстро сказывается на нашем энергетическом центре и на деятельности щитовидной железы. А здесь и, в общем-то, находится, как в структуре нашего тела, отражающего структуру древа Сефирот, Сефира Даат. Сефира, в которой есть и проявлены 10 заповедей, которые получил Моисей, поднявшись на высоту звучания своей природной души Синай. 10 заповедей — это утверждённые Богом 10 картин света, которые являются эволюционными порогами развития, то есть истинными плодами древа жизни, как матрицы космической ДНК, дающими человеку доступ к нескончаемым длинным света самовыражения Бога. И когда я говорила о замечательной симметрии, то здесь можно вспомнить о том, что проявление симметрии — это божественный закон. И если мы, читая Агн-йогу Елены Рерих, вспоминаем такие прекрасные слова о том, что если бы только люди могли осознать, что история человечества написана на звёздных рунах, из книги «Файтон» мы получаем как будто бы ответ через десятилетия этому. Наши хромосомы хранят в себе голографические модели и образы, которые описывают все объекты Вселенной. И ещё последнее. Помните, у Данте есть такое напутственное выражение в его божественной комедии. Те, кто когда-либо спускался в ад, а вы знаете, что ад и рай находятся в нашей душе, те знают, что круги ада открываются один за другим, открываются нами же самими. Давайте этого не совершать, потому что мы уже вооружены истинными знаниями. А самое главное, мы знаем о том, что в нас верят. Мы знаем своё истинное имя и своё истинное возрождение. Давайте не будем звездой по имени Файтон, потому что Пифагор и его последователи считали Файтон звездой, сошедшего со своего места. А мы, кажется, каждый, по крайней мере, здесь присутствующий, знает это место и для себя, и для своих близких, и для человечества. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сегодня я заметил болезнь, что у меня вверх, что у меня вверх, что у меня вверх, что у меня было более 2 1⁄2 года. И после встречи многих пациентов, никто не может помочь. Поэтому я очень рад. Я из Сидни и я приехала в Мелдовом для доктора Петрова. Я была здесь на сегодняшний день для интернета. И я уже получила замечательные результаты. Моя тароид глян, которые имеют 5 nodules на право и 3 на лево, которые имеют 3 см, которые уже почти не healed. Это очень круто. В то же время, я обратно к доктору, в Сидни и обратно к работе. Я работала на доктору, и я пришел их сразу, и сказал, что, что ты делаешь? Я не верю, я не верю. И я, конечно, не верю. И я, конечно, не верю. Я не верю, что это произошло. Я чувствую себя на уровне мира. И я рекомендую, и я рекомендую, рекомендую эту курсу, для многих людей, чтобы приехать и испытывать, что я уже испытывал в эти 10 дней. И я надеюсь, что я верю. Дорогие друзья, на нашей международной конференции, как...